Сегодня все больше и больше людей, живущих в частных домах за городом, мечтают перебраться в город, поближе к цивилизации, так сказать. Однако находятся и те, кто наоборот хочет сбежать от городской суеты. Какие способы осуществления этих желаний существуют на сегодняшний день, расскажем в программе в рубрике «Недвижимость». Обмен жилья получил свое массовое распространение еще в 80-х годах прошлого века в годы перестройки, но и сейчас не потерял свои актуальности. В условиях ухудшающейся экологии все больше людей мечтают совершить обмен своей квартиры на загородный дом и наоборот. Ранее у нас все время интерес людей то появляется, то исчезает к таким тематикам. То есть на сегодняшний день баланс определенно существует. То есть есть люди, которые имеют квартиру в городе, но хотят иметь загородный дом и, соответственно, готовы пожертвовать своей городской квартирой ради того, чтобы находиться там где-то на природе. И есть люди, которые находятся за городом, но в то же время им не совсем это удобно, скажем так, и на работу ездить, и еще какие-то свои потребности удовлетворять. И, соответственно, они хотят приобрести квартиру в городе, но в то же время не имеют там для этого определенных денежных средств. Таким образом, соответственно, находятся две стороны для одной сделки, которую мы либо проводим в виде обмена, и, соответственно, будет договор Мены составляться юридически, либо проводим в виде двух сделок купли-продаж. В случае со сделкой купли-продажи, с одной стороны, оформляется сделка по приобретению квартиры владельцами дома, а с другой, владельцы квартиры покупают земельный участок и дом, который на нем находится. Здесь нюансы в общей сложности каковы. Если мы заключаем договор Мены, то он должен регистрироваться в теории, как бы, если это только не Волжский район, то есть вот если мы говорим про город Самара и Волжский район, это регистрационная палата, которая находится здесь у нас в Самаре. Но если мы говорим про другие районы области, то, соответственно, он должен регистрироваться там, где находится, во-первых, дом в другом районе области, и должен регистрироваться еще в Самаре, где находится квартира, то есть он регистрируется в двух местах. Хотя, по сути дела, палата называется у нас одной, но регистрацию проходит там и там, поскольку у нас есть территориальное разделение ведомственности палаты самой. Вся процедура регистрации при обмене занимает около двух недель. При этом сначала необходимо оформить квартиру, а потом дом. При этом важно четко составить договор Мены. Договор Мены, что очень важно указать? Важно указать, помимо самих объектов, важно указать, во что их стороны оценили. То есть равнозначны ли эти объекты, соответственно, нет ли каких-то доплат по этим объектам, либо они неравнозначны, поскольку чаще всего, все-таки, если мы говорим про элитный дом, он может стоить дороже, чем квартира, а если мы говорим про большую квартиру, еще в центре города, она может стоить дороже, чем загородный дом. И смотря какой дом, естественно, приобретается. Поэтому, естественно, если какие-то есть доплаты, то они обязательно должны фигурировать в договоре в виде указания, что стоимость дома превышает стоимость квартиры, например, и, соответственно, необходима такая-то доплата. В сделке купли-продажи процедура оформления гораздо проще. В один и тот же день в регистрационную палату можно сдать документы в городе и районе, где находится понравившийся дом. Во всех сделках есть еще один немаловажный аспект – оценка жилья. Оценку объектов производят сами собственники, то есть не обязательно привлекать какие-то оценочные компании. Бывает, люди привлекают оценочные компании, соответственно, может быть оценка более достоверная. Но оценочные компании проводят ее по сравнительному в большинстве своему анализу, то есть мы также можем взять любые источники информации, какую-нибудь газету, журнал, где есть расценки на недвижимость, соответственно, провести определенный анализ и увидеть, что там, допустим, в таком-то районе квартира такая-то стоит столько-то, и, соответственно, дом в таком-то районе, земельным участком таким-то стоит столько-то. В соответствии с этим понять для себя, ага, значит, где-то стоимость такая. Если в целом стороны устраивают стоимость объектов, то есть если они, скажем, нашли в этом плане баланс, то какие могут быть противоречия? При оформлении сделок с недвижимостью также важно собрать все необходимые документы. Свидетельства о праве собственности, справки о месте регистрации, согласие супругов на совершение операции с недвижимостью и, конечно же, паспорт. При совершении сделок с недвижимостью будьте предельно внимательны. Оформляя договор, проверяйте точность всей информации. Желаю вам удачи и уюта вашему дому. До встречи в эфире. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!